Я вас еще не отпустила. У меня для вас много сюрпризов. Слова из роли в спектакле очень подходят к настрою Юлии Французовой на работу на сцене. Она окончила училище имени Щепкина, служила в театре Содружества актеров Таганки, снималась в кино, несколько лет руководит собственным агентством. Спустя 12 лет Юлия решила вернуться в актерскую профессию. В новом сезоне она будет играть в Саровском драматическом театре. Сама я артистка по природе, и я люблю играть. Я играла везде, дома, в ванной, с детьми, везде. Но все-таки рыба захотела воду. Юлия задействована в новом спектакле, репетиции которого уже идут. Актриса с нетерпением ждет открытия сезона, чтобы порадовать зрителей своей игрой. Планов и энергии много, чтобы реализовать свои идеи и задумки режиссеров. Хочу только главную, главную-преглавную, и чтобы это было что-то военное, и чтобы это было что-то драматичное, чтобы прям плакать-плакать, обрадаться. Я это умею делать хорошо. Упускники Нижегородского театрального училища имени Евсигнеева, Лев Арустамов и Алина Пархачева, только вставшие со студенческой скамьи, тоже рвутся на сцену, чтобы покорять публику своей игрой и совершенствовать актерское мастерство. Есть одно желание. Что дают, то и играть. То, что Лев получает удовольствие от игры на сцене и буквально кайфует, в предложенном режиссером образе, видно невооруженным глазом. На сцену молодого человека тянуло с детства. В школьные годы Лев занимался в театральной студии Бориса Созина. Я не думал, что вот я там пойду прям работать в театр. Я примерно предполагал, что я пойду учиться в театральное училище, потому что это дает очень хороший такой толчок как развитие личности. Его однокурсница Алина Пархачева пока только готовится к репетициям и занимается вокалом. В новом спектакле ей предстоит петь. В профессию девушка пришла, можно сказать, случайно. Решила попробовать поступить в театральное училище. Поступила. Затянула. Затянула. Первые пару лет было сложно. Сложно привыкнуть к такой жизни, к такому расписанию. Но потом я поняла, что я привыкла к этому. Я не могу больше без этого. Станет ли театр единственным местом работы Алины Пархачевой? Или в ее жизнь войдет кино? А может быть, она в будущем сама будет писать сценарии и ставить спектакли? Я в начале пути. И, может быть, лет через 10 я могу подумать о режиссуре или о кино, хотя это другая немножко стезя. Пока это начало, это развитие. И я считаю, что это уже небольшая победа. Новых актеров на сцене Саровской драмы зрители смогут увидеть, как только разрешат открыть театры в Нижегородской области. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.